Украинка, которая проживает с 1986 года из Донецка, говорит о купленных дипломах специалистов украинских беженых, которые сюда приехали и требуют, чтобы они работали только по специальности. Как же, они дивы, они работать должны никакими-то там уборщицами, продавщицами на кассе. Они должны работать, так как они имеют эти дипломы, именно по своему образованию. А это все блеф. 75% дипломы купленные, и она об этом все рассказывает. В основном возмущает вот эти все беженки, особенно людей, которые долго проживают, как я, эта женщина и других. Потому что Руслан Дойча, российских немцев, которых ничего легко не давалось Германии. И не надо мне потом говорить о том, что это зависть ваша, потому что вам все тяжело давалось, вам ничего не помогали. И вот поэтому мы знаем язык, поэтому мы все работали, поэтому хоть какие-то пенсии заработали, хоть какие-то. Но я считаю, вы хотите обманом, обманом и большими понтами, открывали рты, мы образованы, у нас у всех практически шикарные дипломы, мы только по этому диплому будем работать. Так вам хочется много денег получать. Вы знаете примерно, сколько получает человек, который образование закончил в Германии. Сколько он получает? Скажем, тот же врач, тот же психолог, скажем, тот же инженер и так далее. И сколько вы там на Украине получали вы? И поэтому вам хочется работать по специальности. А для этого вы даже языка за два с половиной года не выучили. И сейчас желаете, чтобы ваши дипломы не было такой бюрократии, как проходили мы все. И, кстати, наши дипломы практически у всех не были здесь подтверждены. Хотя мы обучились, многие из нас, в СССР, где отличное было образование. И так просто купить дипломы было невозможно, как вы. И эта женщина говорит, что все ваши дипломы купленные. И рассказывает, как покупают у вас, как сессию у вас дают. Да, дорогие мои бывшие соотечественники, украинцы. Наглости нет предела, понимаете? Все, что вы сели на шею, 700 тысяч сидит. На шее у государства получает бюргергейт. Вы представляете, сколько это? Это большой процент, это немало. И вы еще в интернете рассказываете. Один рассказывает, что, значит, надо во что одеться и какие бумаги с собой принести, чтобы на работу не отправили, когда идешь в джоб-центр к бюратору. Второй сейчас рассказывает, трудовой капкан люди попадают. Да что ж ты за ерунду-то несешь? Очень сильно хочется материться, очень. Жванецкий сказал, мат, это искусство. Я помолчу, хотя я бывший торговый работник и умею это прекрасно. Хочется сильно материться. Я сама с Украины. Я в 82-м году закончила вуз в Донецке. И вам, украинцы, расскажу про ваше образование. Липовые дипломы вы попривозили. Да, они не куплены в подземке у чужих людей, понимаете? Вы их купили в государстве, потому что ваше образование ни черта не стоит. Вы никогда не сможете приравняться к немецкому образованию. Это должно быть понятно. И за два года, даже если вам не... Господи, спаси Германию от этих специалистов. Даже если вам подтвердят диплом, на немецком вы не заговорите. На это минимум надо 6-8 лет, чтобы более-менее нормально говорить на немецком. И то, если вы говорите с утра до вечера. Потому что в кубышку тогда что-то закладывается, добавляются слова. Я сама учила немецкий с нуля. Но я получила здесь образование. Я тоже свой диплом взяла и на гвоздь повесила. Понимаете? В туалете. А вы сейчас вот этим своими видео, вы только давите на немцев и на нервы людям. Люди приехали, этнические немцы с образованием. В то время, когда еще взятки не давались. А у вас сейчас в двух словах про ваше образование, да и все будут знать. 35% поступает из вас на бюджет. А больше 60% идет по контракту. То есть ты платишь денежку. Эта денежка очень нужна университету или институту. И за эту денежку, просидевши пять лет, прийти себя показать и на других посмотреть в университет. Чем вы там занимаетесь, если вообще ходите. Приезжал знакомый племянник. Я говорю, Руслан, ты почему не на сессии? А он говорит, да я заплатил, каже. Да и все просто. Вин заплатил за сессию, он даже туда не пошел на ту сессию. Вот это ваша освита украинскую, если хотите. Понимаете? Она ни черта не стоит. Вы в государстве купили дипломы с печати университета. И вот эту туфту вы привезли сейчас сюда. Понимаете? А потом еще кричит 73% с высшим образованием. Да что вы говорите? Чего стоит это образование? Знания какие? Это просто сломнет. Залезьте, понимаете? Не провоцируйте население здесь. На вас работают. Дали два года. Видите, что не тянете. Дали какой-то аузбилдинг. Идите и учитесь. Я поверю только тому диплому, который получен в Германии. Я сама тут училась. Я знаю, как тут спрашивают. Тут шкуру снимают. Ты, если учил, то ты знаешь. А вот эти свои дипломы и вот эта наглость, трудовое рабство, во что одеться, чтобы на работу не послали. Вы в своем уме. Сидите цеды тихонько и клипай дрибонько. Не провоцируйте народ. Я рассказала про гостиницу, в которую я попала вместе с беженцами. Вы знаете, как вас ненавидеть стали? Мне аж страшно стало. Какая ненависть к вам сейчас? Ведете себя по-хамски. Показываете в видео недостойные. То над деньгами. Единственное, сказали, что у вас дипломы по маникюрам. Вот это я точно могу согласиться. Недавно я выставляла видео, где женщина, и я тоже рассказала, что у меня очень много знакомых, и муж работал в больнице, возмущалась, что дипломы украинских беженцев, врачей будут быстрее подтверждаться. Я на это сказала, ну ждите врачебных ошибок, ждите смертей, ждите того и того. Что из этого выйдет? Причем, не зная, считай, немецкого. Они считают, что как-то они со своим украинским или с русским, им будет этого достаточно. Посмотрите, найдите это видео. Недавно я выставляла, и я сказала мое мнение. Что из этого выйдет? Эта женщина тоже, в видео, которое я предоставила, тоже сказала свое мнение. А она медицинский работник в Германии, которая очень долго проработала. Несмотря даже на то, что мы имели некупленные дипломы, многие из нас, и Руслан Дойча, и многие из нас, многие из нас, особенно из СССР, которые сюда приехали в Германию, наши дипломы были не подтверждены. И поэтому, например, я лично, мне пришлось после архитектурного техникума идти обучаться опять архитектуре. Да, конечно, мне было легче. Мне тяжелее было, потому что технически был немецкий. Но мне было легче, потому что я уже обучалась архитектуре. Но даже наши дипломы были не куплены, здесь не подтверждены. И правильно эта женщина сказала, она из Украины. И она говорит, я тоже закончила там какой-то вуз. И повесила свой диплом просто так, как фотографию на стену. Потому что с ним ничего не сделаешь. А вы приехали сюда и требуете все, что как же так вас посудят на работу, не по вашей специальности. У вас же высшее образование. Да мы знаем, какое высшее образование. Я постоянно говорила, как это может человек иметь высшее образование или даже школу закончить и не знать никакого иностранного языка. Это как-то нелогично. Вот такие у вас куплены дипломы у всех. И это показывает о том, что вы, как вы обучались, как она правильно нам сказала в своем видео, что сессии не сдавали, не просиживали, даже попы там. А если просиживали, известно, чем занимаясь, мы смартфоном выставляли фото на смартфоне в соцсетях. Эти мы только на это способны. Вот так вы учились. И такими специалистами вы хотите работать у нас в Германии? Что из этого выйдет? Спасибо большое. Сколько каналов, которые бьют себя в грудь и говорят, у меня диплом психолога. Да нафиг твой диплом психолога. Тем более еще купленный здесь нужен. Если ты за молодая женщина, Аня и Настя, имеешь, есть такие каналы, Аня и Настя, лайф, постоянно, сама-то депрессию имеешь постоянно. То тебе холодно, то тебе жарко, то тебе невкусно, то ты больная, то ты не больная, то тебе плохо, то тут все плохо, то у вас на Украине все хорошо. Это же просто, ну, настоящая человека, отклонения, психические отклонения. И все у него плохие, и все другие психически больные, кроме этих украинок. Все люди. Такого же не может быть, что все люди. А вы знаете, что ни один психически больной не знают, что он психически больной. Эти женщины, они не знают не только после двух с половиной лет, в 25 лет языка. Кстати говоря, ребят, да, конечно, за два с половиной года ты не будешь шикарно говорить на немецком языку. Тем более, если ты до этого не знал другого языка. Вот я хоть английский знала, мне было легче. И то, я, конечно, не шикарно говорила за два с половиной года на немецком. Но мне повезло, не повезло, потому что я сама похала день и ночь. Мы учим каждый день по одному часу немецкого языка. Это вообще хрень какая-то, это смешно. С утра до ночи сидела, учила язык. С утра до ночи. У нас ни курса тогда не было, плачевала, ничего не было. Учила, учила, учила. То глаколы, то существители, то еще что-то такое. Они не могут даже у врача, будучи у врача сказать, например, у них заболел зуб, они не могут сказать. У них недавно видео вышло, они говорят, о, у нас зуб болит. А что ж ты не сказал врачу, что у тебя зуб болит? Потому что они не знают языка даже такого самого примитивного. И эти люди хотят идти работать по профессии, якобы, которые не закончили. У них же дипломы. Они не могут даже на немецком, они только хотят деньги зарабатывать. Они не могут на немецком даже у врача пару слов сказать. Да они не понимают даже, ну, буквально ничего. Но зато они очень беженки, особенно в своих каналах, знают. Менталитет немецкий за два с половиной года. Язык не знают, а менталитет знают. Юмор они знают, что нет у немцев юмора. Они знают все, буквально все. Да, вы знаете то, что вам надо знать. Как можно срубить больше денег. Как можно пойти в джоб-центр, одеться, несчастно, прикинуться, больной. Юлька Стар, все ему больную сидел. Они делают себе больную, потому что жрут все, что им можно и не можно. Но даже будучи, что они столько жрут, значит, они все равно не такие, не больные, хотят дать сахарный диабет. Они продолжают жрать. Значит, человеку, если плохо, вот я болела очень много и болею. Если мне плохо, я не могу это съесть. Я не могу это выпить. Мне это плохо. Я не могу снять видео в этот момент. Это же логично. Логично. И они, для них работа другая. Это не для них. Они принцессы. Учить друг друга. У них чуть-чуть не уже скоро книги будут писать. Как выбить деньги джоб-центра. Как обдурить другого человека. Это у них уже, может, пособие уже скоро может писать. А может, и есть такое среди них. Я не знаю. Они друг другу постоянно дают такие советы. В социальных сетях. До такого дойти. Причем не стесняясь. Не стесняясь. Это не просто так на ухо кому-то сказать. Они в социальных сетях друг другу дают эти советы. Или спрашивают, а как лучше одеться, если чтобы пойти в джоб-центр, чтобы подумали о больной. Или я там занята очень детьми. Или то, или все. Вы представляете, до чего дошли? Шарлатанки. А потом, когда мы возмущаемся, и российские немцы все возмущаются, они нам говорят, о, это зависть вам, зависть вам. От чего нам вам-то завидовать? Просто мы не хотим, чтобы у нас в Германии работали бездарные специалисты. Или просто просиживали. Из-за жалости вы будете там тоже играть. Вы очень хорошие артистки. Из-за жалости вас говорят, ну, жалко. Они сбежали от войны. Пусть сидят на работе. Пусть что-то делают. Можете представить. Вы на это рассчитываете. А получать будете опять же только бабо, которое вы будете отсчитывать месячно. И вы будете на это кутить. И опять дальше заниматься своими каналами. Но не повышать квалификацию. Не достигать ничего. Опять же, продолжать играть роль замученных. Замученных. Каких-то таких несчастных. Сбежавших от войны и так далее и тому подобное. А в то же время у вас два лица. Когда вам что-то говорят и пишут. Вот такой рот у вас. И вы и матом покроете. И гадость напишите. И сочиняете сплетни. И пишете под различными аккаунтами. Различным каналам. То, что если вам что-то говорят. То, что вам не нравится. Правду о вас говорят. Как же вам не нравится. Как вы заработаете на нас деньги, вы говорите. И так далее. Не стыдно вам. Позорники. А у вас уже полукраины говорит. Что вы просто невменяемые. Помешанные на деньгах. И бездельницы. Все люди. Которые. Украинцы. Которые что-то достигли. Я уже говорила. Или достигли. Или на Украине что-то достигли. Сюда в основном приехали. В основном приехали с последним шансом. Которые никогда бы в жизни не увидели. Мир, Европу и так далее. А потом рассиживаются здесь. Им же там прививали. Что здесь рай. Почему самые охуевшие беженцы. Находятся именно в Германии. Почему в других странах. Украинских беженцев. Уже отправляют на работу. Или они уже давно работают. Никто их не обеспечивает до конца их жизни. Почему это происходит так. Вы можете хейтить меня за мое мнение. Но я имею на него полное право. А также у меня есть абсолютно все основания думать именно так. Начнем с тафельников. Которые проводят 2-3 часа в очереди. Горбятся за пакетик счастья за 2 евро. Стоят с другими украинцами. Общаются. Хотя они могли выйти уже хотя бы на мини-джоп. И интегрироваться быстрее. Подтянуть свой язык. Нет. Но они стоят как будто в храме. Молятся этому тафелю. Второе. Мне очень нравится, как многие украинцы, которые на джоп-центре ничего не делают. Но они снимают видео «Жизнь в Германии». Плюсы-минусы. И пишут в минусах высокие налоги. Какое вы имеете отношение к налогам? Вы вообще в своей жизни хоть один налог заплатили? Какое вы вообще к этому имеете отношение? Зачем вы об этом рассказываете? Заплатите сначала хоть один налог в своей жизни. А потом рассказываете, что в Германии высокие налоги. Я не понимаю, почему Германия собирается обеспечивать украинцев до конца их жизни. Почему они не должны работать? Объясните мне, пожалуйста, это. Ах да, и забыла сказать. Вот эти украинцы, которые ездят в отпуск. Выставляют свои суперкрутые фоточки. Вы вообще ездите в отпуск не за свой счет. Вас обеспечивает полностью джоп-центр. И большинство в Германии за два года даже ни копейки... А то, что у нас налоги, то, сё, вам никто об этом, конечно, не говорил. Ясное дело. И вдруг вы разочаровались. Но все-таки уезжать мы не хотим. Нам, конечно, в закуре не лучше. Там все лучше. Но мы уезжать не хотим. И еще хотим здесь работать по специальности. По специальности. Вы сначала школу закончите. Школу закончите. Пойдите на малоплачивую работу, как многие делают немцы. Даже которые вышелким образование, когда заканчивают, идут на пенсию. Тут на малоплачивую работу, чтобы улучшить уровень жизни. А вам это обязательно. Не просиживать курсы интеграционные, которые мы за вас платим много лет. А идти на малоплачивую там быстрее. Вам в 100% выучите язык. А не сидеть сплетничать гадости о других людях, рассказывать. Сплетничать о немцах. А когда выгодно, вы говорите. Когда вам выгодно, вы говорите. Ой, спасибо, Германия за все. Не Германия, спасибо. Нас никто не спрашивает. Никто за вас платить не хочет. Никто. 85% населения за вас платить не хочет. Нас заставляют. Понимаете? Вы нафиг никому не нужны. А ваши дипломы тем более. Да, у нас есть украинские врачи очень хорошие. Но эти врачи имели... Они, украинки по национальности, живут давно здесь. И у них дипломы. Они подтверждали эти дипломы здесь много лет. И они писали в докторских и других тоже профессиях. И они заканчивали вузы. СССР. А вы кроме сплетней, мата, алкоголь, практически все бухаете. Особенно те, которые сидят на стримах. Знакомство. У вас друзья, как вы говорите. Только пользуйте друзей, которые здесь живут. И знакомьтесь. Сколько таких хотят познакомиться? В Фейсбуке? Ой, у меня нет друзей, нет друзей. Знаете, зачем они хотят? И потому что им нужны друзья. Чтобы им на халяву все помогали. У них нет слова понимания друзья. Они сами своих украинок еще закопают. Если они лучше, чем кто-то живет. Зависть у вас, даже вашим же украинкам. А те украинки, которые о вас говорят правду, матку. Которые открывают рот. Вы пишите им угрозы чуть не жизни. Уж я так прекрасно знаю. Я общаюсь постоянно с украинками. Вам нужно только хорошую зарплату. Желательно на вашем украинском. Или, ну, в лучшем случае, на русском. Тогда сойдет и русский. Тогда можно и русский. Чтобы вас все должны понимать. А почему-то считают, что все должны к вам пристраиваться. Подстраиваться. А не вы. В любой стране мира. Особенно в Германии. Правильно я недавно сказала. Одна женщина говорит. Вот сейчас вот я тоже выставлю. Почему именно в Германию. Сейчас я тоже выставлю это видео. Нашла только. Приезжают самые такие вот лентяйки. Такие матершиницы. Плебейки. Люди, которые козни строят. Я вот путешествую. Разные страны мира. Хуже. Я, чем у нас в Германии. Я не видела беженок. Кстати, ну, слава богу. Есть и у нас нормальные. Вот люди говорят. И украинки там и все. Говорят о вас. Тоже. То же самое, что мы. Те люди, которые... Ну, у них осталась честь какая-то. И вот такие вот халявщики. Когда приехали сюда. Там еще стройные были. Здесь нажрали бока. Потому что, ну, а что они? Ничем не занимаются. И даже спортом многие из них не занимают. Ничем. Миллион свободного времени. Только жрут, пьют. Сидят на каналах. Козни строят. Только один разговор. Хейтеры у них. Что у вас хейтеры? А кто уже... За что вас любить-то? Если вот я выставила, например, эту украинку. Честь и хвала ей. Она всего сама добилась. Как и я, как и другие люди. Здесь все нормальные. Но вы нет. Че? Меня просто убивает. Когда вот такие вот халявщики сидят на своих каналах. Говорят, ой, ну, может быть, нам поехать в Испанию и все-таки пожить. А может, все-таки Украину. А нет. Вот в последнее время многие говорят, Америка. Да в Америке пахать вам нужно. Там, где-то квартира. Вам таких аромов вы не поживете. Даже если вы там работали бы. Английский надо знать. Если вы там работали бы, вы получили бы там. Там люди под две работы имеют многие. Да. Люди, которые там родились. Которые семьи с дотатком. Да. Более-менее нормально. И то все пашут до последнего. Многие квартиры выплачивают свои. До, не знаю, до конца жизни. Уж я знаю, у меня друзья в Америке. Очень много, кстати, знакомых и друзей. Там вы таких аромы? Одна комната вдвоем. За две тысячи долларов. Если вы в большом городе. А если вы в какой-то провинции дикой, там вам и работы не будет. Вам в кассиров не возьмут туда. Кассир получает там. Вообще смешно. Поигельсуйте, сколько получает в Америке кассир. Вы что там будете? Психологи работают. В Америке у них своих хватает. С высоким английским. Люди бомжами на улице. Недавно я смотрела отличное видео, что на улицах может юриста встретить бомжами. Можно встретить даже свой стрит, который занимается акциями и биржей на улице. А с вашим-то представлением о работе вы думаете, что там лучше. Одна только слова. Бля-бля-бля. Мало вам еще. Вам еще хочется в Америку пожить. А ну да. Вы же никаких возможностей не имеете. Несколько месяцев в Америке поживете, как цыгане, потом в другом. Немножко, может, там что-то дадут. А вы поедете в Америку, здесь будете еще получать пособие. Вы еще не скажете, конечно, что мы уезжаем. А поедете в Америку. Мы немножко заработали деньги на ваших каналах. И билетик у вас есть на руках. Приедете там, скажете, а, да, мы приехали беженцами. И что, вдруг там что-то еще получите. Ну, хоть пару месяцев получите, а пока не узнают, что вы обманываете и ту страну, и ту страну. Сколько таких случаев было. А я желаю, чтобы вот такие украинские беженцы, которые говорят о том, что они хотят в Америку, что им даже здесь-то плохо. Я желаю, чтобы они поехали, и чтобы они на улице оказались. Чтобы у вас билет в один конец только был. И вы, сколько таких случаев. Люди, которые приезжали туда, и у них не находилось потом денег, билет, билет на билет не могли найти деньги, чтобы уехать из Америки. Пока, мои дорогие друзья. Всего доброго, счастья, здоровья всем и благополучия. Пока.